В прямую первичные выборы в Нью-Йорке праймерис окончательно прояснили ситуацию как у республиканцев, так и у демократов. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон одержали убедительные победы и теперь шансы их соперников догнать лидеров по количеству набранных делегатов существенно сократились. Итоги нью-йоркских праймерис в материале Евгения Маслова. Клинтон и Трамп, как и ожидалось, с большим перевесом победили своих конкурентов на внутрепартийных первичных выборах в Нью-Йорке. По предварительным данным, бывший госсекретарь США получает 58% голосов, а ее соперник Берни Сандерс – 42%. После того, как предварительные итоги были оглашены, Клинтон выступила с победной речью, поблагодарив своих сторонников за поддержку. Сегодня вы снова доказали, что нет ничего лучше, чем родной дом. Нью-Йоркцы, вы всегда поддерживали меня. В ответ, я всегда буду защищать ваши интересы. Сегодня мы победили вместе. Я очень признательна вам за это. Большинство делегатов от штата на национальном партийном съезде теперь у Хиллари Клинтон, у Берни Сандерса. Шансов догнать ее по числу делегатов теперь уже фактически нет. Но, тем не менее, с дистанции не сходит. Продолжает борьбу и готовится к праймерис теперь уже в Пенсильвании. Без сюрпризов обошлось и у республиканцев. Согласно предварительным данным в коде праймерис в Нью-Йорке, Дональд Трамп набрал 60% голосов избирателей, Джон Кейсик – 22%, а Тед Круз – всего 15%. Трамп считает, что другие кандидаты-республиканцы уже не смогут его догнать. И об этом заявил, обращаясь к своим сторонникам. У нас гонки, собственно, уже не будет. Из того, что нам рассказывают в новостях, уже понятно, что Круз устраняется по результатам праймериса. У нас впереди еще штаты, но мы и там победим. У нас миллионы сторонников. Больше, чем у Круза, больше, чем у Кейсика. Мы победили сегодня. Мы самые крутые. Не обошлось в ходе праймерис без скандала. Еще накануне появились сообщения об исчезновении имен 125 тысяч человек из списков избирателей. Эта информация позже получила официальное подтверждение. Скорее всего, речь идет не об умысле, а об ошибке по недосмотру. Но ревизор Нью-Йорка поручил расследовать этот инцидент. В Нью-Йорке насчитывается приблизительно 4 миллиона избирателей, голосующих на праймерис. И чем бы ни закончилась история со списками избирателей, на результатах первичного внутрипартийного голосования она, скорее всего, уже не отразится. Евгений Маслов, Лев Чеснов, телекомпания RTVI, Нью-Йорк. В случае, если Клинтон и Трамп завоюют партийные номинации, это будет самая непопулярная пара кандидатов в американской истории. По данным совместного опроса NBC News и Wall Street Journal, всего 34% избирателей положительно относятся к Хиллари Клинтон, 58% отрицательно и не пойдут за нее голосовать. Подобные цифры для ведущего кандидата от одной из основных партий в США не виданы. К радости Клинтон, единственный в истории претендент на Белый дом, чьи рейтинги еще ниже, чем у нее, это Дональд Трамп. К нему отрицательно относятся 68% избирателей. Это беспрецедентный показатель. У него почти в три раза больше противников, чем сторонников.